Здравствуйте друзья и сегодня мы с вами находимся на ежегодном 14 лыжно-туристическом марафоне гора ОСЛЯНКА 2019 Многие приехали на это мероприятие заранее, а некоторые предпочитали подъехать прямо к старту, рискуя застрять в снежных сугробах. Собралось много туристов и любителей лыж. 14 раз проводится марафон ОСЛЯНКА в Горнозаводском районе в 18 километрах от поселка Средняя Усева на самой высокой горе Среднего Урала, горе ОСЛЯНКА 1119 метров над уровнем моря. Спонсорами марафона являются компании Форест РАМ, город Пермь, производитель туристического снаряжения и компания КМС, город Пермь, производство наградной и сувенирной продукции. Партнеры марафона Клуб Глобус, город Добрянка, Пермского края и Клуб Девятый причал, город Пермь. Вот подготовка идет к старту. Как сказал Юрий Михайлович Слотин, секунды перед стартом тянутся вечность. Старт! И вот каждый устремился к своей победе. Просто поражаешься, сколько народу присутствует на данном мероприятии. И с каждым годом количество участников становится все больше и больше. Драсса марафона накатывается буранами по целине. Так, чтобы можно было идти на лыжах. Классическим стилем. Основная цель марафона, популяризация лыжного туризма. Как одного из интересных и увлекательных видов. Дан детский старт. Дети пройдут сегодня 21,5 километр. 21,5 километр. Черт набери! И не каждый взрослый сможет осилить эту дистанцию. В течение часа еще могут стартовать люди, которые хотят просто пройти дистанцию вне зачета. После этого старт будет закрыт. Обязательные условия у участников должны быть с номерами. Для того, чтобы можно было реально учитывать, сколько людей находится на трассе. Так как обеспечивает безопасность на мероприятии краевая служба спасения. Спасатели дежурят на промежуточных этапах. Вот они первые участники. Трасса проходит у подножия горы Ослянка. К сожалению, сегодня погода нас не радует. И выход на гору был запрещен спасателями в целях безопасности участников. И еще раз посмотрим, какое количество людей участвует в этом марафоне. Дети! Самая младшая группа от 8 до 17 лет. Вот такие ребята проходят дистанцию в 21,5 километр. Взрослая дистанция 55,5 километров. Так же идет, как может, главное пройти, главное преодолеть себя. И это самое главное. Некоторые просто пролетают промежуточный финиш. А желающие могут отдохнуть, попить чаю и потом с новыми силами отправляться. Также встречаются вот такие моторизованные группы у нас, желающие подняться на гору Ослянка. Это отдельные туристы, не участники марафона. Но, тем не менее, общение всегда приятно и интересно. Вот чайок из термосов. Так же можно было попить чаю заваренного на костре, на судейском костре. Да, снимаем красоту. Такую красоту, конечно, видишь не всегда и не перестаешь ею любоваться. А вот так выглядит этот контрольный пункт с высоты. Почти на каждом контрольном пункте присутствует снегоход с представителем службы спасения для оказания экстренной помощи. Так же налажена связь со всеми промежуточными пунктами. И вот после отдыха старт. Старт и уже до финиша остается около 10 километров. Да, туда. А эта группа снегоходчиков, так их назовем, отправляется на покорение ослянки. Пусть им повезет. Итак, позади 10 с лишним километров. Посмотрите на этого малыша. Это просто диву даешься. Впереди у него еще десятка и финиш. Но я уверен, что он дойдет обязательно. Работа судьи на этапе. Конечно, надо отдать им должное. Фиксирование времени очень важная, очень важная задача. Очень важная и ответственная задача. Надо зафиксировать каждого участника, когда он пришел и когда вышел с контрольного пункта. Вот именно отсюда осуществляется связь со всеми промежуточными точками на дистанции. И, конечно, с базовым лагерем на финише. Кто-то приходил и вот так. Лыжи не ехали. Свежий снег вносил свои коррективы. Приходилось подмазывать лыжи, чтобы они скользили нормально. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая суровая уральская красота. Суровая уральская погода. Но людям это не помеха. Позади уже более 40 километров. И осталась десяточка. Десяточка до желанного финиша. Вот трасса проходит по слону горы. Уже видно впереди вершину горы Одинокая, которая находится выше зоны лесов. Видно, что она голая. Вот такая вот высота. Деревья там расти уже не могут. И только зима позволяет нам любоваться красотой вот этих причудливых болотистых деревьев. Лыжня проходит по Першинскому болоту. Першинскому болоту. Каждый стремится к своей победе. Бодро, бодро после 40 с лишним километров. Першинскому болоту. Першинскому болотненку. Уверен, что каждый из участников марафона получил удивительные и непередаваемые впечатления от этой уральской красоты, от этого высокогорья, от леса, занесенного снегами, от этого снежного леса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очередной промежуточный финиш до основного финиша около 4-5 километров Можно подкрепиться, отдохнуть и с новыми силами Последний рывок Субтитры создавал DimaTorzok На финише каждому участнику предлагался чай из такого вот самовара, настоящего самовара Все с интересом изучают предварительные результаты Также можно было во время марафона прямо на месте прикупить необходимое снаряжение И конечно футболки, футболки марафона «Ослянка-2019» В ожидании награждения все веселились Настроение у всех было очень отличное Итак, награждение победителей проводит главный судья марафона Лосин Юрий Михайлович В результаты и подвели все итоги Хотя у нас еще участники находятся на трассе Они еще идут, их сопровождают наши спасатели Поэтому в любом случае, не дожидаясь их Мы хотим наградить тех, которые прошли Быстро уложились в контрольное время И соответственно получают медали, кубки и призы Которые предоставлены фирмой «Форестрамп» Производитель туристского снаряжения Неизменный в течение 14 лет Надеюсь, и этот очередной марафон Вам принес много положительных эмоций Положительного заряда на следующий год Я надеюсь, что это будет не последний для вас Год участия в марафоне А на будущий год 15-летний Я надеюсь, что это в два раза больше будет участников И что-нибудь, может быть, что-нибудь изменит для вас Еще на более лучшее Но в любом случае переходим к самому долгожданному Ожидаемому процессу награждения Но для начала я бы хотел предоставить слово Краевой службе спасения, которая обеспечивает безопасность Независимо от этого Но в связи с тем, что у нас марафон проводится Так скажем, в условиях достаточно сложных, климатических, природных Вот видите, даже разведчики вернулись со своего последнего задания Белое-белое-белоснежное Итак, слово для службы спасения, пожелания и поздравления Очень приятно вас всех видеть Я вижу лица, которые уже не первый раз сюда ходят И я думаю, что это будет продолжаться не один десяток лет Мне очень нравится Вообще вот здесь вот, вот это коллективное наше Ну, спорище, можно так назвать, наверное И вот позитив, который от вас исходит, приходит к нам И мне бы хотелось сказать У нас есть такие, да, ну, бывают случаи нестандартные Там кто-то подмерся, кто-то что Ну, когда вот друг за другом каждый смотрит Это очень здорово Здоровье и силы, и выносливость На таких маршрутах будьте здоровы все Та дама, которая прошла весь маршрут протяженностью 55 километров и 500 метров 36-49 За третье место награждается Механошина Надежда Янтаровна, город Перим Второе место Анисимова Юлия Владимировна Пожалуйста, выходите тут, устроитесь Итак, за первое место наградается Даньшова Марина, город Пермь Категория 36-49 Сейчас кубок вручат Красивый, эксклюзивный кубок Разработанный Димой КМС Помогла для того, чтобы было здесь И марафон Ослянки, и звериный стил, и лыжник Поздравляем Поздравляем Итак, следующая категория 18-35 За третье место награждается Виноградова Евгения, город Губаха За второе место награждается Пархачева Анастасия И за первое место Кирьянова Елена, город Пермь Поздравляем, поздравляем Молодцы, девушки умницы Достойны 8 марта Начинаем с категории 50-59 За третье место приглашается на пьедестал Столбов Александр, город Нижний Тагил За второе место категории 50-59 Савельев, Валерий, город Пермь За первое место я хотел пригласить Румянцева Ивана Но вручить за прошлый год В прошлом году Румянцев Иван занял в этой категории первое место И в этом году он занял первое место Поэтому мы ему вручаем две медали Но один кубок Итак, Румянцев Иван категория 50-59 Город Пермь, клуб Лукоморья Просим на серединку Итак, да, первая медалька это за прошлый год Потому что он убежал в прошлый год Вот еще диплом За прошлый год За первое место награждается футболками Пожалуйста, надеюсь, она будет вам долго служить правдой Следующая категория мужская 60-102 Все-таки нашлась эта грамота Пермяков Владимир Ильич, город Пермь За первое место Итак, он единственный и непобедимый Да, прошел все 55 километров Вот она память Мужская категория 36-49 За третье место награждается Пупков Вадим Владимирович, город Пермь За второе место награждается Гладышев Максим Вячеславович, город Пермь И за первое место Тюмин Юрий, город Пермь За третье место награждается Муратов Артем, поселок Промыслак Второе место, Коноплев Вячеслав, город Пермь Первое место Тодивилов Максим Да? Город Средний Уральск Первое место награждается дипломом, медалью, кубком И памятным сувениром в виде футболки Итак, фото, город Средний Уральск Средний Уральск Представители Свердловской области поехали Что ж, на этом все категории мы сегодня наградили Все протоколы и все участники, которые идут и прошли Мы донесем и вывесим в группе ВКонтакте Группа марафона Потому что вот еще идут участники, мы их несем Ну а победители сегодня получили, как говорится, по заслугам Все результаты будут в интернете Слава Богу, есть такая возможность Радуемся, спасибо вам за участие Всем огромного здоровья, спасибо! Спасибо вам! Спасибо! А теперь для всех желающих дискотека И фото на память с призерами и участниками Субтитры создавал DimaTorzok Из темноты ночи выходят очередные участники Они сделали, они установили свой рекорд Вот такое мероприятие, уверен, оно останется в сердцах И воспоминаниях всех, кто участвовал в нем, принимал участие Огромное спасибо организаторам и всем, кто обеспечивал это мероприятие А кому было интересно, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить наши новые репортажи Из интересных мест Урала, интересных событий Отметьте это видео и напишите комментарии Конечно, напишите в комментарии свои впечатления Ну а я заканчиваю, до новых встреч До новых встреч на канале В лесу, в путешествиях Пока-пока